Мы приближаемся к перекрестку четырех улиц. Это улица Беломорская, улица Дебенко, улица Лавушкина и улица Петро-Заворская. Достаточно оживленный перекресток. На его пересечении будет построена эстакада. Она будет являться продолжением улицы Дебенко, в сторону улицы Лавочка. И, соответственно, непосредственно перед строительством эстакады построили, точнее обновили бордюрный камень. Асфальт положили новый. Здесь слева находится, точнее с запада, от улицы Дебенко, находится микрорайон для военнослужащих. Часть заморки не заселена, но в части уже живут счастливые обладатели квартир типовых, и бывшие наслужащие, которые достаточно долго ждали ввода в строй данного микрорайона. Многие их еще до сих пор ждут. Ночью часть домов не освещается, в них нет еще, видимо, коммуникаций подключенных. Здесь видим свежий газон, дорожки, яблони. Раньше здесь было много крючевок, пятиэтажек, а сейчас их, ну, тут уже много лет назад, снести. На их месте стоят типовые дома, серии, обстановлены. П-44, снести к других проектам. Улицы Дебенко имеют по две полосы кардинопопления, разделены таким вот, достаточно широкой зеленой полосой, даже с деревьями. Вот, то есть она, в принципе, еще и дальше могут расширять. В конце улицы Дебенко находится строящаяся станция метро, которая раньше называлась улица Дебенко. Сейчас ее все-таки решили назвать Поврин. Она уже практически введена в эксплуатацию, можно было бы ее открыть. Но, к сожалению, все сдерживает строящаяся станция метро Беломорская. Собственно говоря, сейчас мы углубляемся в сам микрорайон и подойдем до строящегося здания ОВД по району Поврин. Сейчас июль 2017-го войны, но климат меняется, идет постоянный дождь, на улицах образуются лужи. Кремление. Митро зеленый. С парковкой, конечно, несколько напряженно бывает. Тем более, в связи с тем, что снесли гаражи, которые были под ныне действующей северо-западная, то ли северо-восточная форда, которая предшествует платной дороге Москва-Санкт-Петербург. На этой дороге уже стоят камеры, целых 2-3 камеры, которые штрафуют превышающую скорость. Я помню, даже на этой хорде, в черте Москвы, скорость 60 км в час. Вот так мы подошли к зданию, строящемуся Ховрино. Скоро оно уже настроится, уже все этажи построены. Сейчас, наверное, будет идти отделка. Вот на этом я завершаю свой краткий репортаж о районе Ховрино, в котором я живу. Достаточно тихий, спокойный спальный район. Также известный больше своей Ховринской больнице, в которой сейчас уже сняли фильм Ховрино. Что-то там из преисподней. То ли репортаж из преисподней, то ли еще что-то. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...